Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 7 июля 1963 года семья отдыхающих на берегу озера Исык беззаботно играет в мяч. Они еще не знают, что сверху по ущелью на них несется мощнейший селевой поток. Сложно себе представить, но тогда Исыкское озеро, полноценный курорт, каким можно было хвастаться перед иностранцами, было глубоководным. На пляже нежилась масса туристов, а по водоему ходил экскурсионный катер. Быть может, все так бы и осталось, если не разрушительный сель 63-го. Отдыхающие, чтобы избежать трагедии, бросают все и в ужасе продираются к вершинам близлежащих гор. Затем сель прорвался вниз в Исыкскую долину. Пионерский лагерь успели эвакуировать, а грязекаменная лава тем временем разгуливала по улицам Исыка. Поговаривают, что сель в Усладу был лишь местным пропойцем, которые обвязывали себя канатами и кидались в омут потока за бочками, вымытыми из подвалов знаменитого винзавода Исык. Глубина водоема до наводнения, по разным данным, составляла от 50 до 80 метров. Сейчас откровенно выглядит большой лужей. Однако же это не мешает каждые выходные отдыхающим собираться на его берегах и душевно проводить время. Вином Исык пробил себе дорогу к славе тоже во времена Советского Союза. Правда, за последний период в этом деле регион сильно сбавил. И, естественно, ни в какое сравнение с мировыми винными провинциями он не годится. Конечно же, благородный напиток пока здесь производится. К примеру, его можно приобрести в частных винокурнях. Легко встретить на просторах района виноградники. Еще проще оказаться посреди мыслимого и немыслимого биоразнообразия. Куда ни глянь, казалось бы, знакомые деревья. Дубы, каштаны, тополя. Однако же некоторые эти виды без работы инженеров лесного хозяйства оказаться на территории Казахстана просто не могли. Вот, пожалуйста, казалось бы, обычная береза. Но нет, японская. И отличает ее белая, как кимоно-кора. А ниже можно встретить березу монгольскую, уссурийскую и еще 40 видов березы. В 1959 году неподалеку от трассы, которая соединяла города Яссык и Алматы, был создан опытный экспериментальный дендрологический парк. В нем мы и находимся. Сюда начали завозить растения со всего северного полушария планеты. И теперь здесь насчитывается более полутора тысяч видов деревьев, кустарников и цветов. Часть растений-гастарбайтеров к новым условиям относятся равнодушно. Допустим, вот взять сосна обыкновенная, которая растет у нас, и называется по-другому кулундинская, пинус сильвестрис. По приживаемости она среди хвойников стоит на первом месте. То есть это приживаемость до 80%. Но другими же приходится потрудиться. Делаем химические препараты, туда вводим адаптогенные препараты, за счет которых, допустим, корневин, препарат адаптоген, институтом почвоведения. То есть увеличиваем ее адаптацию. То есть устойчивость, иммунность повышаем к внешним условиям, факторам. В дендрарии растения содержатся в поистине спартанских условиях. Во-первых, высаживаются в очень бедную почву. Во-вторых, находятся на территории между горной и пустынной зонами. Ну и в-третьих, здесь очень большой перепад температуры от минус 35 зимой до плюс 45 летом. Ну и, естественно, выживает сильнейший вид, который способен существовать по всей территории Казахстана. Правда, в спарте слабых сбрасывали со скалы. А в Иссыкском питомнике вымирающим видом все же уделяется особое внимание. Пять лет, как выращиваем этот апорт, именно апорт алматинский. Урожай яблони от апорта получается только на шестой-седьмой год. Ну, мы думаем, что через года два уже на столах, возможно, и увидим наши яблони. После недолгой поездки от Иссыка путника встречает местный туристический эксклюзив. Эдакая австралийская диковинка на просторах южного Казахстана. Страусы, важные птицы низкого полета, в землю головы не прячут вовсе. Напротив, вглядываются в глаза каждого проходящего. Высокомерно задирают клювы, видимо, показывая свое превосходство. Но планы руководства фермы, скорее всего, пыл страусов остудят. Возможно, они уже не будут такими заносчивыми. Страусы будут разводиться дальше, будут открываться рестораны, именно страусиное мясо будет подаваться. А вот в Тургене, поселке все того же Янбикши Казахского района, стоит ферма, чьи постояльцы себя в обиду точно не дадут. Хотя эта порода пчел считается еще относительно безобидной. Почти пацифисты бьют только чужих и только за дело. И все же некоторая осторожность в общении с ними не помешает. Дым, когда мы им даем, у них поступает сигнал, что тревога, пожар. Они должны успокоиться и сесть на одно место. Территория хозяйства 2 гектара. С людьми и себе подобными мохнатые их делят без претензий. Лишь бы посторонние не лезли в улей. А чужаками, между прочим, считаются даже особи из домика, стоящего в полуметре. Чужая пчела никогда не полетит в соседние улей. Раз. Она полетит только к себе домой. Второе. Мед она будет приносить в улей только в свой, для того, чтобы потом его потреблять во время немедосбора. То есть, ну, это зима, ранняя весна. На старте медного дела в пустом, пока еще даже не улей, все может начинаться лишь с одной матки. Но жизнь здесь развивается очень стремительно. Вот в эту маленькую рамочку закладывается маточник. По происшествии 16 дней появляется матка. Вот мы ее видим. Вот она, видите? Потом необходимо 3-4 дня на облет, чтобы она облетелась и спарилась с трутнем. И в течение 3-5 дней матка начинает сеять. Она в один день может сеять до 2000 яиц. В хорошем улье количество пчел должно достигать порядка 80-100 тысяч пчел. При появлении на свет пчелы попадают под безмолвное для человека распределение. В их обществе, как на хорошей бирже труда, всем находятся занятия. Рабочая пчела, она все время на вылет работает. То есть она вылетает, собирает мед. А охранная пчела, она сидит возле улья и не пускает чужих пчел. В пчелином улье присутствуют домохозяйки и домохозяины, которые улей не покидают, а занимаются его благоустройством. И все же большую часть штата пасеки составляют рабочие пчелы. Почти весь день они проводят в полях в радиусе 5 километров от дома. Неспроста бытует выражение трудиться как пчелка. Так получается, что полосатые насекомые работают не только на своего хозяина, но и на того парня, который, к примеру, владеет сельхозугодиями по соседству от пасеки. В развитых странах, в европейских странах, в Америке, наибольший доход пчеловоды получают не от продажи меда, и продуктов пчеловодства. Где-то около 70% своей прибыли они получают от фермеров, которые заняты именно сельским хозяйством, то есть выращиванием каких-то культур, кормов и прочего. То есть заключают договора, и урожайность вырастает в разы. И все же основа дохода тургенского предпринимателя – мед. Пора его сбора приходится на начало августа. Таким образом, сладкий и золотистый нектар, собранный в этом году, уже сейчас можно искать на прилавках базаров и магазинах. На посадку заходит борт 1835 рейсом поля пасека. В этом домике, как на аэродроме, содержатся сотни тысяч пчел разных специальностей. Среди них строители, трудни, медики, но больше всех рабочих, которые весь день и собирают нектар по полям. Кстати, сейчас после обеда они возвращаются домой. И если хоть одному попасться на пути и заслужить укус, то на меня налетит вся эскадрилья. Поэтому мне пора идти отсюда. Выпуск «Больших городов» вас ждет ровно через неделю. До свидания.